В российских тюрьмах вся система нацелена на то, чтобы подавить в человеке все человеческое. То есть там с ним реально его ломают, чтобы у него выбить из него все человеческое, подавить его как личность. Чтобы это был безвольный раб, выполняющий все требования. Основные проблемы в колонии это безнаказанность сотрудников тюрьм. Не отправка жалоб. Избиение заключенных. Проблем в России достаточно, хватает. И то, что сейчас происходит, закручивание гаек, как говорят, это в первую очередь бьет по активистам и по правозащитникам Российской Федерации. Я имею ввиду принятие новых законов, которые Путин принял. То есть Дума во главе Путина приняли вот такие новые законы. Это закон о митингах, закон о клевете. То есть клевету опять вернули в разряд уголовно наказуемого деяния. И массовые выступления граждан России на Болотной, на Сахарова испугали власть. Власть реально поняла, что люди стали умными, что люди стали вменяемыми, что людям недостаточно просто куска хлеба или куска колбасы. Люди хотят перемен, и перемен к лучшему, перемен к демократии. Вся работа Amnesty International, я ее ощутил полностью на своих плечах. Моя семья ощутила всю вот эту вот заботу, помощь, которую оказывала Amnesty International. И я считаю, что действия и работа Amnesty International должны, наоборот, расширяться, чтобы вовлекались более другие люди, другие страны вовлекались в данную работу, потому что она очень актуальна. Когда я получал пачки писем, ко мне приходило по 100 писем. Я получаю вот эти письма, сотрудники администрации, они были просто в шоке. Я говорю, да, это мои друзья, и они все меня поддерживают, чтобы я не упал духом, чтобы я выстроил в вашем аду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!